Привет, я врач-гастроэнтеролог, меня зовут Соколова Ольга Николаевна Многие люди едят обезжиренные продукты, думая, что это принесет пользу их организму Но так ли это? Давайте разбираться Для начала, как вы пришли к этому вопросу? Чтобы похудеть или чтобы снизить уровень холестерина в крови? Есть мнение, что жирные продукты повышают уровень холестерина и приводят к образованию холестериновых бляшек Но это не так Уже давно опровергнута взаимосвязь потребляемых жиров с пищей и уровнем холестерина в крови Еще академик Болотов говорил о вреде обезжиренных продуктов Далее все подтвердилось и в научных исследованиях Таким образом, сливочное масло, сало не повлияют на ваш уровень холестерина крови А вот трансжиры — это искусственно гидрогенизированные жиры, которые насыщены молекулой водорода промышленным способом Вот они действительно могут навредить Организм просто не знает, как их переваривать Это не натуральное вещество Они повышают количество хиломикронов в лимфе Грубо говоря, лимфа становится просто жирная Но о трансжирах мы запишем отдельное видео Натуральные же жиры перевариваются полностью и идут на энергетические нужды организма Помимо этого, они богаты витаминами А, Д, Е и К Они помогают правильной работе кишечника Они нужны для нервной системы, для зрения, для здоровой кожи, волос и ногтей А уровень холестерина в крови зависит от работы печени и желчного пузыря Часто холестерин повышается при недостатке омега-3 жирных кислот Это полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбьем жире и льняном масле, например Также на уровень холестерина влияет клетчатка Это растительные пищевые волокна из овощей и зелени На натуральных насыщенных животных жирах строятся стероидные гормоны Например, эстрадиол, тестостерон Это половые гормоны, от которых зависит внешняя привлекательность и здоровье мужчин и женщин Кстати, не только низкожировая диета может негативно отразиться на гормонах Но еще и стресс, потому что у кортизола и стероидных гормонов общий предшественник Он называется пригненолон Здоровый баланс половых гормонов приносит стройность и мужчинам, и женщинам А вот обезжиренные продукты, помимо вреда для гормонов, также могут содержать искусственные вещества, добавленные на производстве, чтобы сохранить консистенцию и вкус Тогда что же можно сделать для похудения и понижения уровня холестерина? Добавить в рацион омега-3 жирные кислоты в виде рыбьего жира или добавок Добавить клетчатки, это могут быть овощи, зелень или псиллиум Ограничить простые углеводы, мучное и сахар Добавить движения 10 тысяч шагов в день, плюс любимый вид фитнеса или зарядка А также обеспечить здоровое пищеварение для правильного переваривания жиров В этом может помочь бальзам болотова, таурин, лицетин, магний, желчегонные травы и так далее Надеюсь, информация была полезной Пишите вопросы, я буду отвечать в комментариях Всем здоровья и хорошего настроения!